Не могу держаться, тоже отреплить, вот это, кромкивая сеть, потому что говорил Дмитрий Прав Павлович про истории, его примеры тоже. Но давайте все-таки почувствуем разницу, как говорится, да? В истории не исполнительная власть у правильных форматов, а наоборот. Итак, у нас точность это наоборот, как у нас. В Эстонии есть независимый суд, у нас этого ничего нет. Значит, я могу не буду, все могут продолжить этот перечень наших различий с Эстонией почти до бесконечности. В этих условиях хочу к вам обратиться, Елена Константиновна, говорите, что когда же будет прогресс, когда же мы дойдем до прогресса. А вот извините, если вот у нас не так, как в Эстонии, если у нас нет прогресса по вопросу независимого парламента, независимого суда и всяких прочих вещей, то у нас технические достижения будут использоваться совсем не до блага людей. Как вы знаете, прогресс-то это шалка от конца. И научная мысль, и высокие технологии, их можно использовать для общего блага всего человечества и отдельно взятого населения района Бресни. А можно его обернуть во зло. А в какой зло обернуть? Сейчас, как нам было сказано, а это будет прогресс спецификаций. Я даже скажу, в чем они будут заключаться. Это значит, на выборах появятся те самые боты, которых у нас полно в социальных сетях, в Фейсбуках, в Контактах и во всем прочем. И просто это все придумывается для того, чтобы легче кто-то было участвовать в голосовании. Чтобы они не ходили, а многие не хотят, обленились совсем. Вот им и облегчают эту участь. Просто заранее будет установлен список людей, которые точно не придут на выборы. Им даже не предложат из кабинета своего под значком НОСРУ проголосовать. Потому что другому проверить никто ничего не сможет. Процедура контроля за этими годами не предусмотрена законом, который приняла наспех, слепила Государственная Дума. И как сейчас оперативно, сверхоперативно нам сообщил сайт ЭТОМОСКВЭФ, уже ему Гурдум приняла такой закон. Конечно, абсолютно правильно все говорил Николай Владимирович. Я к этому добавил только один штык, потому что он сказал, что там и заказчик этой системы правительства Москвы, и технические задания формулирует правительство Москвы, и с админами этими самыми командуют правительство Москвы. Поэтому в законе вообще ничего не написано. А представители ЦИК уже всем все сказали, как эта система будет работать. И про МОСРУ они сказали, и все. Но вот только Николай Владимирович одну вещь не сказал, а я и расскажу. Помимо того, что это все выглядит очень странно, очень странно, когда исполнительная власть полностью тотально контролирует этот эксперимент. Что это нам надо? Возникает еще и противоречие законодательства. Нас, как думал, провела и не успела все совместить с нормами главного избирательного закона об основных гарантиях избирательных прав. Где написано, что всю эту систему, связанную с выборами, любую техническую систему контролирует избиркомы. А это так и уже все. То есть результаты этих выборов, которые пройдут по этому эксперименту, любой избиратель, кандидат особенно, представитель общественной организации типа Голос и все, может остроить в суде. Тем самым, подвергнув... Конечно, суд примет все как надо, я понимаю. Но это же и есть подрыв легитимности. Понимаете? Это же как? И в заключении хочу сказать, да. Наверное, те, кто считает, что должен быть прогресс, и со мной сейчас не согласны, вот. Наверное, они имеют полное право сейчас проголосовать за это. Ну, постойте, вот вы подумайте, вы хотите, во что бы то ни стало, чтобы эксперимент прошел в округе номер 43? А это же... или все-таки пусть он где-нибудь в другом месте пройдет? Между прочим, Хамомники и Тверской проголосовали против, единогласно. Тверской это не нашу против. Ну, не нашу. А Арбату, скорее всего, за проголосу. Арбату же будет. Вот. Так, подождите. А вы что, хотите провести эксперимент вы собственными избирателями, что ли? Нет, конечно. А это зачем это делать? Если у вас есть возможность, даже если вы поддерживаете прогресс всего человеческого. Зачем? Эксперимент, который, может быть, как вы совершенно правильно сказали, Антон Григорьевич. Первый, блин, выйти комом с этим экспериментом. Вы хотите, чтобы, блин, комом вышел здесь у вас на прессе? А зачем вы это делаете так? И в заключении хочу вот отреагировать на выступление Викторова Владимировича. Да, с пресси началось. Ну что тут? Что началось с пресси-то? Вы помните? Сколько крови провел наш народ? После того, как началось на прессе. А это, ладно, это может быть для вас не пугалка. Но вы же наверняка не хотите в стране оранжевой революции. Оранжевой. Не кроваво-красной, ладно. Не хотите? А Майдан первый, с чего начался, помните? Давайте в Киеве поближе. В Киеве. Вскоре нас погрузил Виктор Владимирович. Я заканчиваю. Все, последнюю фразу говорю. Вот Майдан в Киеве начался в классификации выборов. И в Москве массовое возмущение на болотный сахар и все в 2011 году. Было после того, как произошла классификация выборов. Так что тот путь, по которому вы сейчас хотите вас всех направить в нашу страну, вот он проголосовал сейчас за этот эксперимент над народом. Над народом отдельно взяты пресс-мик, аноника и арбата. Он может провести либо кровавую революцию, рано или поздно, либо коранжевую. Выбирайте. Волтые жилеты еще есть.